Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех и мы продолжаем разбор партий, которые играются на турнире претендентов в канадском Торонто. Сегодня в центре нашего внимания поединок четвертого тура, который волей судьбы был единственным из результативных сыгранных в этом туре. Итак, е4 сыграли белые, е5, конь f3, конь c6, слон b5, конь f6. Берлинская защита испанской партии. После короткой рокировки черные забирают на е4, белые играют d4 и партия переходит в хорошо известный берлинский эншпиль. Де, конь f5, взяли-забрали и основной ход конь c3. Тут у черных довольно много планов, очень часто они возвращают короля на е8, но в нашей партии Сантош видит играет слон d7. План черных состоит в том, чтобы перевести короля на b7, а поле е8 зарезервировано для слона. Если белые сыграют ладья d1, связывая слона черных, то после король c8, конь g5, пешку защищаем слоном и ставим короля на b7, как было в одной из партий Лека Крамник 2001 года. Но непомнящий играет h3. Это начало известного и стандартного плана белых в такой ситуации на движение пешек на королевском фланге. Ведь главный плюс позиции непомнящего, это пешечное большинство на этом участке доски. Если тут прямолинейно сыграть король c8, следуя вышеизложенному плану, то белые довольно быстро и успешно надвигают свои пешки, прогоняют коня, играют конь g5, далее f4 и у черных уже некоторое преимущество. Поэтому Сантош видит, делает профилактический ход h6, не пуская на g5 белого коня. В этой хорошо и давно известной позиции самым популярным является ход b3, как было в знаменитой партии Каспаров-Крамник Астана 2001 год. Напомню, что это единственная партия этих двух великих шахматистов, в которой Каспарову удалось пробить берлинскую стену в исполнении Владимира Крамника. Но непомнящий в этой партии играет очень последовательно. g4, прогоняя коня на e7 и новинка конь h2 с очевидной идеей освободить путь пешки f. У черных тут довольно широкий выбор и компьютер демонстрирует сразу несколько планов развития. Например, можно было сыграть c5, после f4 поставить на c6 коня, b6 с дальнейшим переводом короля на b7. У черных тут нет особых проблем. Но, конечно, главное затруднение черных в такой ситуации это как раз переизбыток планов. Глаза просто разбегаются. Велик риск избрать сомнительный ход, который в дальнейшем станет первопричиной затруднений. Сантошвидит сыграл g5. Тоже весьма концептуальное решение. После хода f4 происходит размен и в лагере соперников образуется несколько изолированных пешек. Слон e6 играют черные, надежно защищая пешку уже с этого поля и после конь e4 прикрываем поле c5. Конь f3 играют белые, c6, c5, теперь защищая уже поле d4, конь f6, король c8, король g2, король b7. Наконец черные решили, одну из главных своих проблем в берлинском эндшпиле обустроили своего короля. Белые играют король g3, a5 и тут непомнящий мог сыграть a4, не давая черным захватить еще больше пространства на ферзевом фланге. Но российский шахматист ограничивается простым a3 и после a4 ладья a d1, конь c6 играют черные, c3, слон e7 и конь h4. Белые планируют поставить на f5 коня и создать давление на пешку h6. Поэтому видит, продвигает эту пешку вперед и брать ее нельзя ни конем, ни пешкой. Первый вариант довольно очевиден, черные временно жертвуют материал, играют ладья g8, забирают потом коня и получают выигранное положение. Если забрать пешкой, то размен на f6, ладья бьет h5, все тот же ход ладья g8. Белые фигуры и пешки королевского фланга расположены очень неуклюже и у черных также большой перевес. Но конечно непомнящий не стал брать пешку, просто продвинул свою пешку на g5 и тут создается дополнительный ресурс g6. Конечно, после отхода короля с вертикали g. Ладья a5 играют черные. Очевидный ход, который рано или поздно должен был быть сделан. Черные ходом ладья b5 планируют атаковать отсталую пешку b2. Белые играют ладья d e1, надежно укрепляя пешку e5. Ладья b5 и в этой позиции защититься нужно было ходом ладья f2. Это было самое точное решение, но непомнящий играет слон c1. К этому ходу можно поставить знак сомнения. Дело в том, что если бы тут видит сыграл c4, нападая на пешку e5, то приходится играть конь f3. В ответ черные играют h4 шах и после король g2 ладья d8 у белых слишком много пешечных слабостей. h3 e5 также слабостью можно считать и отсталую пешку b2. В общем, у черных тут уже определенный перевес. Но видит сделал ход ладья b3, который стал первопричиной дальнейших затруднений. Конечно, идея этого хода абсолютно понятна. Продвижение пешки на b4, размен одной из сдвоенных пешек по вертикали c. И в таких условиях создание проходной пешки на ферзевом фланге при поддержке слонов будет началом конца белых. Но и у белых есть активный план игры на королевском фланге. Это уже упомянутый ход g6. Кстати, тут убирать короля с g3 нет смысла, потому что поле g8 прикрыто белым конем. Поэтому смело идет пешкой вперед непомнящий, угрожая ходом g7. Черным приходится меняться и после ладья d8 взятие на e7. Конь бьет e7, конь бьет h5. Итак, белые получили лишнюю пешку, но после хода ладья d3. Ладья f3 приходится играть. Если пойти ладья e3, то размены взятия на b2. Корневую пешку b2 белым, конечно, нужно сохранить. Но здесь после размена ладей взятие на h3, но и после e6 у белых все-таки серьезное преимущество. Несмотря на абсолютно равный материал, у белых проходная пешка по центру. Черные же проходную создать на ферзевом фланге просто не успевают. Более того, ладья b3 теперь выглядит очень комично. Для того, чтобы вернуться в бой, ей придется потратить 2-3 хода. Поэтому Сантош видит, решает не отводить ладью, а продолжает начатый ходом ладья b3 план и двигает пешку на b5. Но белые играют слон g5, нападая на коня и на время оставляя без внимания свою корневую пешку b2. Черные вынуждены отвести атакованную фигуру e7 и тут не взятие пешки, а слон d7. Если в этой позиции белые опрометчиво сыграют e8 ферзь, то они конечно выиграют фигуру, но после взятия на b2 контрагдать черных на ферзевом фланге будет как минимум достаточно для ничьей. Поэтому ладья d1 аккуратно играет ян непомнящий и на доске критическая позиция этой партии. Здесь черным не нужно было защищать своего коня. Лучше было сыграть слон e8, блокируя проходную пешку и атакуя коня соперника. После конь g7, слон c6. Играют черные, угрожая вскрытым шахом. Поэтому нужно убирать короля, но тут взятие на e7 и ладья бьет b2. Угрожает ладья g2, поэтому ладья d3, слон d7 шах. Если забрать слона, то опять же ладья g2, поэтому лучше король f4. Далее король c6, ладья g3, ладья b3. И у черных неплохие шансы все-таки спасти это окончание, уничтожив белые пешки ферзевого фланга. Но видит сыграл иначе. Он сделал очевидный ход король c6, защитив коня. И после король e4 конь вновь оказался под ударом. Что же делать черным? Лучшим практическим шансом, который, впрочем, уже не спасал партию, было взятие на e7. Далее ладья бьет b2 с угрозой ладья e2. Но тут белые аккуратно, играя всеми своими фигурами. Отражали угрозы соперника. Конь g6, угроза конь e5. Далее шах, король b6, ладья d3. И шансы на победу очень велики. Но видит упростил задачу непомнящего и сделал ход слон e8. Не вовремя напав на коня. Тут уже взятие на d5, слон бьет h5. И слон триумфально возвращается на c1, прикрывая корневую пешку b2. Черный слон находится под боем. Поэтому слон g6 играет видит. Король e5, b4, по-прежнему продолжая продвигать пешку и пытаясь оправдать положение ладьи на b3. Но белые играют король f6. Конечно, если забрать на d5, то после взятия на g6 неудачное расположение черной ладьи проявляется наиболее рельефно. Черный не в состоянии остановить белую пешку. Поэтому слону пришлось вернуться на e8. Но ладья d8, взятие на a3 и bа. Что делать черным? Если побить на c3, то после ладья e8, ладья c1 это окончание оказывается выигранным. Ладья d8, ладья e1 ставим на доску ферзя. И тут белым удается справиться с черными пешками. После король d5, король f5, король d4 и король f4, c4 шах. Далее король e3, король b2 и ладья c8. c3 взяли, c2 и белые темп в темп успевают остановить черную проходную. Поэтому слон d7 сыграл видит. И тут Ян непомнящий пошел к королю f7. После чего его соперник сдался. Действительно, сейчас уже очевидно, что позиция черных абсолютно безнадежна. Дело в том, что после взятия на c3 будет ладья бьет d7. И если побить ладью, то ферзь с шахом появляется на e8. Там даже просто мат после король d6, ферзи e6. А если дать шах, то король e6, поле e3 прикрыто слоном и белые побеждают. Вот такая интересная партия, в которой Ян непомнящий продемонстрировал, хотя и прямолинейный, но достаточно интересный план в известном варианте берлинского эншпиля. Таким образом, после четырех туров Ян непомнящий является единоличным лидером турнира претендентов. В его активе три очка. Сегодня, 8 апреля, на турнире выходной. Ну и пятый тур будет сыгран завтра, 9 апреля. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.